Здравствуйте, дорогие любители ММА! Сегодня у нас UFC on ESPN Plus 28, который проведет 14 марта. Это в Бразилии. Это прям в столице Бразилии, в Бразилия. Конкретно в этом выпуске у нас Элизеус Залески против Алексея Кунченко. Вот это Алексея Кунченко дали нормального уже соперника, но при этом, что последний свой бой он проиграл. В UFC, в UFC у него было 3 боя уже. Как быстро летит время. Алексей Кунченко по кличке Вулверайн, 20 на 1 профессиональный рекорд, 35 лет, 178 сантиметров рост. Последний свой бой он провел в 2019 году Гильберту Бернсу, проиграл с решением. До этого Юшина Акаем победил решением в 2018, и в 2018 также году победил Тиага Алвеса решением. Все бои доходят до решения. Может, из Залески до Сантоса тоже до решения дойдет. Ну, до этого, по-моему, он был чемпионом М1, где провел очень много боев. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять боев. Ну, прям ветеран спорта, выступать профессионалом с 2013 года. Ну, в основном у него то до решений доходило, то он нокаутом заканчивал свои поединки. То есть, с борьбой у него так себе, насколько я понимаю. Гораздо интереснее изучить его соперника, Лизео Залески по кличке Капуэйрой. 21,6. Профессиональный рекорд, 33 года, 180 сантиметров рост. Последний свой бой он проиграл Джинляну Ли нокаутом в третьем раунде. Что было, конечно, для меня шоком. Потому что до этого у него была очень длинная серия из побед. Прям невероятно, да? Вот в UFC он вообще выступает. Дебютный его поединок был в 2015 году, где он проиграл раздельным решением судей Николасу Далби, с которым Даррен Тилл, по-моему, еще в ничью подрался. Но не факт. В общем, потом о Маре Ахмедову он победил нокаутом в третьем раунде. Кейту Накамору решением. Лаймана Гуда раздельным решением. Макса Гриффина решением. Шона Стрикленда победил с пинг-хук-кик-энд-панчис в первом раунде. Луиджи Виндромини победил летящим коленом и добиванием во втором раунде. И в 2019 году победил Кертиса Меллендера. Рерный китчок задушил его в первом раунде в 2019 году. Ну и крайнее свое поражение нокаутом в третьем раунде Джингляна Ли. Ну, смотря в какой форме, конечно, выйдет Элизео Залески. Но так я считаю его почему-то фаворитом. Давайте посмотрим коэффициенты. 1.8 против 2.06. 1.8 на Элизео Залески. В принципе, по делу. На этом все. Пока.